Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 августа и я продолжаю серию видеороликов на тему самые урожайные сибирские сорта. Как вы видите, пейзаж мой вот этот вот меняется. Я вчера, которые тут стояли, лотки почти все изрезала на семена. Сегодня принесла новые уже. 15 ведер обобрала всяких разных. Вот тут уже пошли и томаты-гиганты. Вот это последний вечный зов, там у нас Анжела. Собрала весь уже шоколадный полосатый. Загадка природы, несмотря на то, что это уже один из последних сборов. Видите, как она еще до сих пор большие такие томаты. Тут у меня уже пошли и зеленоплодные сорта, лягушек собрала. Но так как я хочу выделить, именно рассказать о сибирских сортах, то я уже говорила в предыдущем ролике, где я рассказывала про тройку и про сибирскую тройку, что я буду по два сорта описывать. И еще раз расскажу, почему именно сибирские сорта. Ведь много сортов других, прекрасных, тоже урожайных. Делаю, обращая ваше внимание, именно на сибирские сорта, потому что остальные подходят не каждому. Вот, например, жителям холодных регионов не подходят томаты, которые для теплиц, которые из южных стран привезены у нас, импортные всякие семена. Они не всегда вызревают в открытом грунте. А сибирские томаты тем хороши, что они, несмотря на то, что вот сегодня у нас будут главные герои золотые купола и Кенигсберг золотой, несмотря на то, что у них плоды большие, они мясистые, сахаристые, но они вызревают в холодных регионах, такой как сибирский регион и все остальные, где лето холодное и короткое, без теплицы, в открытом грунте. Вот это самое главное их достоинство, почему я их выделяю и почему я их советую всем, потому что у нас большинство огородников, ну почти вся территория России находится в зоне рискованного земледелия, южуана у нас очень мало, у них и так сортов много без нас, а вот нам, холодным огородникам, которые живут в холодных условиях, важно найти те сорта, которые в открытом грунте дадут нам хороший результат. Вот эти два сорта, сейчас я расскажу, я уже про них мельком рассказывала, видите, снежинка, это значит, что они в любых погодных условиях дадут результат и не просто завяжут свой плод, но и вызреют. Вы видите, какие хорошие, такие добрые. Вот Кенигсберг Золотой, мне женщина, одна зрительница, сделала замечание, что у меня с носиком, а он должен быть без носика. Ну, кстати, а я посмотрела, я же не обращала внимания. Кстати, они есть и без носика с одного и того же куста, есть тупоносенькие вот такие, есть с носиком. Я это, как сделала свой вывод, что так как это любительский сорт, он, наверное, еще не стабилизирован, и он может быть и такой, и такой. Мне его дали в помидорке, именно помидором я брала плодом, а не в пачке, поэтому у меня пачки нет, и я не могу сказать, должен он быть с носиком или нет. Но вот у меня Кенигсберг Золотой такой, правильно пишут, что его называют Сибирский абрикос, вот издалека он похож на такой абрикос. Сейчас пару слов вам еще расскажу, но тут и говорить даже добавлять нечего. Вы посмотрите, какие яркие расцветки, я всегда говорила, что желтые и оранжевые томаты, они самые сладкие, они самые полезные, и вот сегодня пасмурно, но они столько набирают в себя солнца, вот так посмотришь на них, солнца совсем нет, особенно вот на этот Кенигсберг Золотой. Такое впечатление, что солнце, которое он набрал в течение лета, оно прям светится из него, он такой прям действительно как золотой, такое свечение, и вот золотые купола тоже. Не у всех еще просматриваются, вот здесь нет, видите, которые спелые, у них прям вот этот носик делается такой золотой, именно как с позолоткой. Вот сначала он вот такой желтый, а потом делается носик вот такой золотой. Очень красивые, во-первых, эстетически красивые, на них смотреть приятно, мясистые, сладкие, если они вызреют у вас до конца, если вы не соберете их раньше времени, получите огромное удовольствие. Так, этим они схожи, тем, что они оба красивые, оба сибирские, выносливые, сладкие. Чем они теперь различаются? Сейчас мы посмотрим. Различаются, конечно, как всегда высотой куста. Если вот золотые купола у нас, они 90-150 сантиметров, они считаются как, ну, не очень высокорослые, и это очень удобно для выращивания, вот вам поднесу, чтобы прочитал, кто хочет. Для выращивания в открытом грунте и везде не все любят с большими высокими такими томатами. А этот у нас индетерминатный, он очень высокий, 1,8 метров, очень урожайный. У меня, к сожалению, заканчивается заряд батареи на камере. Вот я вам показала этот текст и вот этот. Кто заинтересуется, просто остановите видео и посмотрите, прочитаете, видно хорошо. Что я хотела, для чего снимаю этот ролик, что хотела сказать? Сортов очень много, у меня вот более 200 сортов, но не все я так выделяю и не все я так подробно описываю. Описываю только те, в которых действительно вы не разочаруетесь, которые вот такие вот выносливые, красивые, вкусные. Ну, вы посмотрите, загляденье. Я вот и на кустах любовалась, и так вот посмотришь, действительно, вот кусочек солнца, сейчас пасмурная погода, а эти томаты, они светятся, они излучают вот такой какой-то свет. И хочется не только их кушать, но еще перед этим хочется налюбоваться. Я вот прям смотрю в руки, беру в руки, рассматриваю, какой красавец. Он тяжелый, он такой на излом сахаристый, такая мякоть арбузная. Все, вот эти два сорта я сама выращиваю уже давно. Вам рекомендую. Это те сорта, в которых вы никогда не разочаруетесь. Ну, конечно, если какая-то природная форс-мажор не произойдет, ничего там градом не побьет. В том году золотые купола градом у нас немного потюкало. А так, очень хорошие сорта рекомендую. Золотые купола и золотой Кенигсберг. Названия сами говорят за себя. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это очередной ролик из серии лучшие, а, самые урожайные сибирские сорта томатов. Ну и лучшие.